Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня я хотел вам показать приятную новинку в нашем ассортименте Заказали модель из ZOPO 980, так как очень популярна эта модель Очень хорошо себя зарекомендовала, не было ни единого брака у нас по ней И очень удивились, когда тестировали эти модели Оказывается, что производитель постарался и выпустил данную модель с обновленной версией процессора Как это неприятно звучит То есть данная модель, вопреки всему, вопреки тому, что даже в интернете практически информации об этом не было Выпущена на процессоре MTK6589T То есть производитель понял, что Full HD экран довольно-таки требователен к графике, к производительности И что требуется процессор помощнее Как мы можем видеть, эта версия смартфона ZOPO ZP980 набирает в Antutu порядка 14 тысяч баллов Что на 2-3 тысячи больше, чем версия с обычным процессором, не разогнанным А это довольно-таки существенно По всем остальным техническим характеристикам данная модель осталась прежней И тут, как и прежде, 16 гиг встроенной памяти, гигабайт оперативной Но основное и оно единственное отличие Это вот этот процессор с частотой 1500 МГц Давайте посмотрим, как это отразилось на работе нашего смартфона Насколько он стал работать быстрее или не быстрее Хочу сказать вам, что да, процессор заставляет смартфон этот работать быстрее и шустрее То есть все прогружается довольно-таки быстро Но, если вы поклонник игр, то даже купив смартфон на процессоре MTK6589T Не думайте, что у вас все игры без каких-либо настроек сразу же будут летать и работать как по маслу Мы лично сталкивались с тем, что на одном и том же смартфоне, но с разными прошивками Игры могут как работать идеально, так и работать очень плохо То есть на одной прошивке работает одна игра отлично На второй прошивке эта игра работает отвратительно И наоборот, на той, которая работала плохо, работает хорошо Мы особо не заморачиваемся всегда по этому поводу Я поставил три наиболее таких популярных для меня игры Которые отлично нагружают процессор, отлично нагружают любой смартфон Давайте посмотрим, как они у нас воспроизводятся, как они будут у нас играть Real Racing 3 Игра довольно-таки интересная Чуть-чуть играл Но довольно-таки требовательная Графика очень классная Как вы видите, игра Идет отлично, превосходно просто Кurt, превосходно просто Игра Идем дальше, Real Racing 5 из 5 Идем в Modern Combat 4, посмотрим как идет эта игра на нашем смартфоне На обновленном ZOPA ZP980 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы видим, что данная игра также идет превосходно Таких скоростей работы данных игр я не мог добиться на обычном ZOPA ZP980 Который прилично так глючил в этих всех играх И Most Wanted напоследок Посмотрим как с ним будет справляться данная модель Смотрим КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, видим, что данная игра заметно так подтупливает, подлагивает Нужно подбирать в кэш Играть в принципе возможно, но довольно-таки проблематично То есть можно сделать вывод, что с появлением нового процессора Да, смартфон стал шустрее, стал быстрее загружать и работать с различными современными играми Но шаманство с бубном никто не отменял И чтобы добиться работоспособности, идеальной работоспособности той или иной игры Может потребоваться установка самого разнообразного кэша Кстати, совсем забыл, что я уже делал обзор на эту модель И все нюансы по интерфейсу, по техническим характеристикам данной модели Вы сможете увидеть на видео, которое мы разместим где-то вот здесь В принципе, все, спасибо за внимание Модель достойна внимания вашего Внимательно выбирайте, уточняйте у нас с каким процессором в данный момент наличие эта модель А так, я бы советовал именно ее Спасибо, до свидания